Олег, прям как почувствовал, что я хочу его сейчас включить в разговор, потому что мы переходим к залу, и чтобы он сказал с точки зрения кинотеатра, что такое блокбастер, Олег? Добрый день. Просто вы так хорошо все тут собрались за круглым столом, обсуждая блокбастеры, даже не позвав кинотеатры. Но в этом есть своя беда кинотеатров. Они уже перестали быть субъектом рынка, а не просто такой объект рынка, расписали в кинотеатры и забыли. Очень здорово. Меня зовут Олег Березин. Я был председателем Ассоциации владельцев кинотеатров, одним из ее соорганизаторов. Год назад я ушел с этого поста, но, тем не менее, общаясь с ребятами, вхожу в ассоциацию, будет говорить, член Ассоциации владельцев кинотеатра. Блокбастер. Вообще американское слово. Блок – это квартал, бастер – разрушение. Это фильм, который из-за очереди, которая выстраивается в кинотеатр, блокирует кварталы жилых городов, и машины проехать не могут. То есть речь идет именно исключительно о результате, о кассовом сборе. Можно много рассуждать, как сделать из фильма блокбастер. Единственный на сегодняшний день способ сделать из фильма блокбастер – это не сам фильм, простите меня, художники, это умение его продать. Когда вы в каждый банкомат, в каждой бабушке намекаете каждому дедушке, что возьми внучка и своди его на чебурашку, а кто последние два месяца подходил к банкомату Сбербанка, это видел, то вот это называется продать кино. Продать можно, простите меня, все, что угодно. Есть гениальные примеры во всем мире. Условно, Макдональдс, не путать его с вкусной почкой, это именно Макдональдс, который продает не самую полезную еду, мы можем долго об этом дискутировать, но это самая успешная в мире франшиза. Почему я вспомню про них? Потому что можете так и написать, что кинотеатры хотят построить Макдональдс. У нас есть проект, который мы сейчас начали обсуждать и который мы сейчас в июне будем обсуждать в Сочи на нашей конференции. Мы только вот в марте. Это проект, так, раскрою маленькую деталь, такой консорциума кинотеатров, это не сеть, это не объединение, это объединение действующих кинотеатров, которые заточатся именно на показ, на производство, на, вот, как сказать, на взращивание блокбастера. Их будет всего, не как сказала министр культуры, 60, это очень много, их точно не будет 300 в кинотеатрах в таких, это будет 20-30 проектов в год с потенциалом, условно говоря, полтора-два миллиарда. И это будет суперидея, когда мы выпускаем в этих массовых кинотеатрах, можете назвать их «Маск кино», там, как угодно, у нас там разные есть названия, когда они выпускают то, что нужно продать массовому зрителю. Это не имеет никакого отношения к Министерству культуры, мы даже обсуждаем, чтобы вид деятельности никаким образом не соотносился с Министерством культуры. Это вообще к культуре не имеет отношения, то есть, та же, как чебурашка, не имеет никакого отношения к культуре и искусству. Ну, вы прекрасно это все понимаете. Это продукт, массовый продукт, который должен быть правильно продан посредством кинотеатров, вот так скажем, посредством кинотеатров, зрителям. Потому что очень часто кинематографисты говорят, нас не пускают в кинотеатры, поэтому у нас кино ничего не собрало. Не надо уговаривать кинотеатры. Кинотеатры, не к ночи упомянули, это «Аватар» снимали, чтобы показывать чебурашку. Кинотеатры будут показывать то, что хочет массовый зритель. Мы говорим про массовые кинотеатры. Есть сегмент художественных кинотеатров. Дай бог, он будет развиваться, но это отдельная история. Массовый кинотеатр готов показывать все, что приносит деньги. Это про бизнес, это не про искусство. Это парк культуры и отдыха. Это аттракцион. Вы же знаете, что в парке культуры и отдыха не отдых, а не культуры. И парк культуры и отдыха никакого отношения к министерству культуры не имеет. Это другой сегмент рынка. Про миру. К миру выходила, к сожалению, никогда был «Аватар». И не «Аватар» ей не помог. Миру не продали. И для кинотеатров это было очень больно и обидно. Ее не продали. Ее не продали зрителю. Сделали первый шаг, привычный. Продали, условно говоря, кинотеатром. Поставили на экраны. Хорошо поставили. Много сеансов. А зрителю не продали. Что скажет кинотеатр? Извините. Там был еще один момент, связанный с дистрибьютором. На курсе дискуссии между дистрибьютором и кинотеатром. Который в результате привел к тому, что половина кинотеатров, самых больших, до последнего дня согласовала договор о прокате. Не лучшая была выбрана дата для дискуссии о договоре о прокате. И фактически миру профукали. И это очень обидно. Что вы думаете о повторном? Вот ее надо перепродать заново. Поэтому, когда мы снимаем супер кино. Авторское. Воздух. Мастера Маргарита. Да зрителя массового вообще не интересует. Мастер Маргарита это. Зрителя интересует, что он, блин, надо же идти смотреть. Это вот must have. Поэтому нужно учиться продавать кино. И вот когда вот эта идея с массовой кинотеатрами, масс-кино, есть мозг-кино, а есть масс-кино. Не, не, мы так не назовемся. У нас вообще была идея трест называть. Но потом сейчас вспомнили, что трест может лопнуть. Нет, это действительно коммерчески, это реально. Это абсолютно просто идея коммерческой продажи, ввинчивая в зрителя массового продукта. Там никаких других фильмов. Потому что мы приводили тут статистику, я когда делал доклад на эту тему, презентацию для своих коллег. До пандемии в прокат, в кинопрокат выходило примерно 450 наименований фильмов. Наименований фильмов вот за год. 450. За 8 месяцев прошлого года, просто была статистика, сколько вышло фильмов в прокат по наименованиям? Там Голливуд ушел, да, еще что-то. 1500 наименований фильмов валятся на зрителя одним сеансом, 5 сеансов, 10 сеансов. Я приводил пример, прихожу в десятизальник синемапарка в Питере с дочерью, с одной из дочерей. Десятизальник. 28 фильмов по афише. Что я выбрать должен? Ничего не выбрал. Говорю, пойдем кофе попьем и пойдем домой. Ну это я думал супер пример, на что мне сказали мои друзья из другой сети. Говорят, слушай, мы тут посмотрели, у нас в Семизальнике 37 фильмов в день в афише. 37 фильмов. Естественно, вы не попадаете с фильмом в место, вы не попадаете с фильмом во время, и вы не попадаете с фильмом в ритм посещения. Зритель не ходит, а когда вы выпускаете фильм. Любой нормальный зритель по себе вы знаете. Вы ходите кто-то там раз в неделю, раз в месяц. И если у вас вышла Чебурашка, вы сходили, следом выходит Чебурашка 2, вы говорите, только что был другой, да, какой-то блокбастер потенциальный. Вы говорите, да я вчера был в кино, я не пойду. И все дистрибьюторы знают, нельзя поставить под блокбастер следом еще один фильм. Потому что есть ритм посещения у каждого человека. Это законы массовой продажи некого продукта, кинопродукта. Мне все время, когда Синемапарк придумал это слово на замену альтернативному прокату, вот сейчас наконец-то слово альтернативный прокат, хоть получило нормальное свое применение, а то раньше кино называли альтернативным прокатом. Сейчас мы понимаем, что мы называем альтернативным прокатом. Вот это задача продажи массового кинопродукта. Еще раз повторюсь, это не про кино, не про искусство. Это не про культуру, это область, досуга, развлечения и так далее. А можно вопрос? Да. Все. Вы очень хорошо, классно продали маски, но правда? Нет, я еще не продал, мы еще это будем обсуждать. Это маленькая история, которая здесь собралась. А вот меня, например, взволновало появление нашей альтернативной системы Космакс, которую я вот уже второй день пытаюсь хорошо провалить. Придется звонить с центра парнирши. Альтернатива Аймаксу. То есть Аймакс, он создан для того, чтобы прокатывать прям большие такие фильмы. А какой ваш прогноз? Каким будет Космакс? Ну, если камера выключить, а то мне вчера понравилось, говорит, надо спросить у технических специалистов. Надо спросить не у технических специалистов, надо спросить у специалистов по маркетингу. Это то же самое, о чем я говорю. Это один из способов продать фильм зрителю. Какая вам разница, как это назовут? Какая разница, сколько у вас там аудиоканалов, какого размера экран? Нормальный зритель читает уже третий день в интернете, в ведомостях, во всех газетах и журналах, сейчас там региональные. Вот изобрели русские, наконец-то. Сейчас там Мантуров что-нибудь скажет, еще кто-нибудь скажет, там премьер-министр отметит, что русские они. И все такие зрители сидят в селе Кукуева и говорят, слушай, ты слышал, мы-то там придумали круче, чем у них. Надо идти смотреть. Вот цель. Продать продукт зрителю. И это правильная цель. Поэтому мы не будем комментировать. Все идет правильно. Это закон рынка. Это надо продать. Фильм надо продать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова